Приветствую. Смотрите, всегда на протяжении всей истории человечества было так, что людей пугало что-то непонятное. Если что-то непонятно, если что-то человеку не ясно, если что-то, если есть что-то, что он не способен и не в силах понять, то он этого боится. И как вы, наверное, знаете, в страхе есть защитная реакция, страх это защита, и практически любая защита связана с действием. Любая защита связана с действием, практически. Вот. Соответственно, в данном случае люди пытаются себя защитить путем устранения, в том числе и физического устранения, того, что их волнует, того, что их беспокоит. И если человек, как вы говорите, люди приземленные, без воображения, то они, видя других людей, испытывают к этим людям страх, зависть, разрушение, сомнения, все что угодно. Любое чувство, любое, как бы, любое, абсолютно любое чувство, уже формирует у таких людей мотивацию, именно мотивацию для того, чтобы, значит, как-то, что-то предпринять, что-то предпринять. Вот. И все. И именно поэтому люди пытаются прибить к земле тех, кто постарается, старается подняться выше. Вот весь секрет, на самом деле. Вот. Это нормально. Вообще, с точки зрения, вот, личности, да, с точки зрения психологии, личности, можно сказать, на мой взгляд, такую историю, что, если кто-то пытается, допустим, вас, к примеру, подавить, да, то это означает, что вы на верном пути. Ну, просто потому, что, если бы не пытались подавить, да, то означает, что вы, ну, идете, вот, какой-то такой проторенной дорожкой, да, которая всем известна. Вот. Раз пытается подавить, значит, уйдешь правильно. Следственным исключением из этого такого ориентира, можно так сказать, является то, что, с примеру, может присутствовать вред, ну, может присутствовать вред у такого пространства. То есть если ваши действия вредят другим людям, именно вредят. Тут именно, вот, именно есть все основания говорить и думать о том, что это вред. то, вот, наверное, в таком, в таком случае, в таком случае, да, в таком случае сопротивление обосновано. Вот. В остальных случаях я боюсь, что нет. В остальных случаях нет. Вот. В принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.